Приветствую вас, как вам уже сказали мои коллеги, что по форме вашего вопроса вам нужно обратиться в раздел «Эзотерика». Там вам ответят более, ну, более превентивно, более чётко именно на ваш запрос. Как таковой, потому что для психолога вы слишком мало дали информации. Для психолога вы недостаточно рассказали о себе и, соответственно, вам довольно проблематично будет помочь. Вам довольно проблематично будет дать какие-то рекомендации, потому что о вас практически ничего не известно. Психологи работают с той информацией, которую им предоставляет клиент и анализируют её. Вы же ничего не предоставили, ничего не рассказали о себе, не объяснили, в чём проблема. Для психолога это очень важно. Вот. Исходя из того, что вы спрашиваете, что ждёт вас в будущем, то есть, что ждёт вас в будущем, я полагаю, что есть какая-то проблема. И, соответственно, эта проблема, она довольно серьёзная, раз вы задаёте ВИП-вопрос, связанный с этой проблемой. Соответственно, нужно попытаться определить, что это за проблема, что вы можете вместе с супругом и каждый по отдельности сделать для того, чтобы эту проблему решить, чтобы, чтобы эту проблему как-то разрешить, чтобы, ну, и семья не разрушилась, да, и чтобы вы жили всё-таки, ну, в удовлетворении, да, в своих потребностях, в своих потребностях, в своих желаниях, ну и так далее. Вот. Вот. Это очень важно. Это очень важно. А, подумайте, в чём именно конкретно вы сомневаетесь, в чём именно проблема заключается для вас, что именно для вас из себя представляет текущая проблема, почему она вас беспокоит, почему она вас волнует, почему вы задумались о ней сейчас, именно сейчас, только сейчас, почему? Я не могу. Вот. Вот. Ответьте на эти вопросы. Так же, весьма важно, чтобы вы также для себя выявили бы неудовлетворённость вашего мужа, в чём, почему и за чего, по какой причине и так далее. То есть, нужно, нужно, чтобы вы для себя увидели конкретно, в чём проблема, нужно, чтобы вы увидели, что вы можете сделать для её решения, для её разрешения. И делали бы это, нужно, чтобы вы определили чётко, где вам наносится вред, с чём вам наносится вред, почему вам наносится вред и так далее. То есть, это всё необходимо определить для чего, чтобы продвигать как можно более адекватную модель своего поведения, чтобы действовать как можно более адаптивно в той или иной ситуации. Это важно, чтобы не перегибать палку, например, с мужем в своих требованиях, в своих, ну, в своих предпочтениях, да, в своих претензиях, но и при этом не позволять мужу, допустим, вредить вам, не позволять мужу как-то негативно влиять на вас. Понимаете, о чём идёт речь? И тогда, тогда, можно сказать прямо, что будущее зависит от вас. Вот как вы себя поведёте, как вы будете действовать в ситуациях, такое у вас и будет будущее. Как бы эзотерики, они прискаживают вам его, это в данное будущее. Эзотерики, они скажут, ну вот, допустим, вы будете вместе, но, допустим, могут иметь место некие проблемы между вами. И, соответственно, вам нужно будет эти проблемы решать. Но ведь вы знаете о них, вы в курсе, что они есть, скорее всего. Знаете, уже сейчас можно заняться их исправлением этих проблем. Уже сейчас можно сделать так, чтобы проблемы не мешали вам, чтобы проблемы не влияли на вас, чтобы проблемы не отдаляли вас с мужем друг от друга. На мой взгляд, именно так, с точки зрения психологии, вам можно ответить. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.